Тренировки несколько раз в неделю, с собой полная экипировка, лыжи и палки. Как рассказывает биатлонист Павел Волков, везти их чаще всего приходится с собой. Хранить их на единственной тренировочной базе для биатлона в Барнауле негде. Нет там и душа. Вот сейчас мы переодеваемся, потом идем на штабус, едем до училища. Там быстро, у меня минут 40, у меня времени помыться, переодеться и на учебу сразу. Когда мы летом бегаем по лесу, так же песок у нас, опилки всякие, ноги там забиваются. Это потом неудобно. Идти домой, это все тащить с собой. Биатлонисты шутят, зимой проще, меньше потеют. Существующая база не дотягивает не то, что до профессионального уровня, но даже для серьезного подхода к спорту и большим соревнованиям. На всех биатлонных комплексах, конечно, есть спортивные базы, где можно приехать, провести сборы, чтобы там был пункт питания, можно переодеться и никуда не ездить. Недавно в городских СМИ появилась информация о том, что крупный барнаульский инвестор заинтересован создать новую биатлонную базу. Связаться с предпринимателем нам не удалось. Однако в спортивном сообществе города говорят, что слухи о появлении большого комплекса для лыжников витают давно. Проблема есть. Ее признают власти. И активность бизнеса одобряют. Для биатлонистов требуется специальное помещение, где хранится оружие и патроны. Ни того, ни другого у нас нет. Однако шаги для появления базы в мэрии неизвестны. В Краевом Минспорте объясняют, наши биатлонисты успешно выступают. Так что потребность в новом комплексе есть. Функционирующих центров по пальцам пересчитать. Третьяковский и Зминогорский район не работают практически. Большие трудности также в Шапуновском районе с этими делами. И поэтому функционируют сейчас только, можно сказать, в полном объеме. Это у нас Заринск, потом в Алтайском и в Бийском районе. Вот эти школы у нас работают хорошо. В остальных очень большие трудности. Существующую базу планируют реконструировать. Создать раздевалки, обновить стрельбище. А спортсмены гадают, где бы мог появиться новый центр. Есть определенные требования к трассе, к перепадам высот, к пересеченной местности. То есть определенная длина подъемов, спусков должна быть. То есть рельеф такой. Плюс удобный подъезд должен быть. Это не должно находиться рядом с жилыми помещениями. Если это стрельбище, то есть это разрешительная система, будет Росгвардии очень сильно следить за этим. Непростое мероприятие, если честно. По оценке спортсменов, большой комплекс мог бы вписаться на территории одной из лыжных баз в Санниково или в Нагорной части города. Но пока биатлонисты надеются, что база из разряда слухов перейдет в реальный проект. И в ответ инвестору говорят, спрос будет. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.